Одно из самых любимых мест горожан Набережная Цесаревича не может похвастаться доступностью для отдыхающих. С тех пор, как парковка стала платной, родители с детьми стали гораздо реже сюда приезжать. Зато за паркованными машинами установлена вся узкая дорога. Парковка платная, конечно же, это не совсем комфортно, потому что практически у нас весь город заставлен платными парковками, за все нужно платить. Неудобно то, что оплата за каждый час, это выходит недешево. Но так с коляской нам, мамам, приходится ставить здесь машины, потому что с дороги идти с коляской очень неудобно. Поэтому платим деньги, а что делать? Посетители также выступают с идеей сделать льготы на парковку для машин с детьми. С ребенком мы сейчас приехали погулять, и дорого, 60 рублей за час. Сделали бы 30, было бы больше людей ездило бы. Вот даже в супермаркетах первые два часа бесплатно делают, а здесь час 60 рублей. Напомним, что владелец «Дальзавод» с мая вел плату за парковку с видом на Золотой мост. Час 60 рублей, полдня 200. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию у жителей Владивостока. Кто-то был категорически против, а некоторые поддержали идею. Лично для меня это очень удобно, потому что я сама не с Владивостока, а с Уссурийской. И когда я приезжаю в город, мне очень удобно, что здесь много свободного места, не надо искать, где припарковаться. Я сразу знаю, что здесь свободно и спокойно приезжаю, заезжаю. Учитывая ситуацию с парковками в Владивостоке, я лучше заплачу, чем буду 10 раз крутиться где-то, искать место. Здесь заплачу сколько? 200 рублей заплачу, зато я буду спокойно, уверена, что моя машина в целости и сохранности. Стоит отметить, что Центр судоремонта «Дальзавод» вынашивал идею сделать парковку платной уже давно. И у них есть свои веские резоны. Поддержание порядка на набережной и ее содержание требуют немалых средств. Дмитрий Беломестов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.